История России 7 класса Тема нашего урока «Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха Никона и раскол». По окончании урока мы должны с вами знать термины «старообрядцы», «раскол», «протопоп», также личности «патриарх Никон», «протопоп Аввакум» и уметь называть причины церковной реформы патриарха Никона и определять сущность и значение церковного раскола. Как известно, в начале XVII века Россия переживала тяжелые времена, смутное время. В этот период и церковь была в тяжелом положении. Часть священников поддержала, к сожалению, самозванца. Одним из таких деятелей был патриарх Игнатий. Он, к сожалению, венчал на царство уже Дмитрия I. Но большинство священников не поддержали завоевателей. Они, наоборот, призывали народ бороться против них. Как известно, поляки долгое время провели в Москве. И когда они выходили из Москвы, то сожгли 450 церквей. Но в период смутного времени церковь сумела объединить народ, сумела их поднять на борьбу. После окончания смутного времени к власти пришел новый царь Михаил Федорович из династии Романовы. А из польского плена вернулся его отец Филарет. Вскоре он стал патриархом. И они вместе, светская власть и духовная власть, решали все трудные вопросы во внутренней и внешней политике государства. Две власти шли рука об руку. Благодаря Филарету авторитет русской православной церкви очень сильно поднялся. Но проблемы, к сожалению, остались. И они всплыли в середине 17 века при царе Алексея Михайловича. В 40-х годах 17 века был создан кружок ревнителей древнего благочестия, в который входили Никон, протопоп Аввакум и даже кружок поддерживал сам царь Алексей Михайлович. Этот кружок решал сложные вопросы, в частности, о падении нравов духовенства, о различиях обрядов, но больше всего их беспокоили церковные книги. Посмотрите, они сохранились не очень хорошо. Многие книги содержали ошибки, записи были непонятны, переписчики писали многое от себя. Поэтому возник спор, церковные книги нужно изменять. Но каким образом? Никон считает, что исправлять книги нужно с греческих источников. Ведь, как известно, православие пришло к нам из Византии. Как никак не греческие источники взять за основу? Протопоп Аввакум, он говорил, что исправлять книги нужно с древнерусских образцов. Ведь еще при Иване Грозном были определены каноны, их нужно придерживаться. Идею исправления книг с греческих образцов, которую говорил Никон, поддерживал и царь Алексей Михайлович. Неудивительно, что в 1652 году патриархом был избран новгородский митрополит Никон. И уже через год, в 1653-55 году, он начинает церковную реформу. Реформа – это изменения. Чего же касались эти изменения? Первое. До реформы крестились двумя пальцами, после реформы – тремя пальцами, в честь Святой Троицы. Дальше. Во время богослужения поклоны были до земли, земные. Теперь же вводились поясные поклоны. По окончании молитвы кричали «Аллилуйя дважды!» «Аллилуйя» значит «славься!» Теперь трижды. Также были введены новые правила иконописания. Конечно же, эти нововведения были восприняты многими в штыки. Больше всего против реформы патриарха Никона выступил протопоп Аввакум. Протопоп – это название священнослужителя в православной церкви. За свое неприятие и критики у Никона Аввакум был сослан в Сибирь на 10 лет. Он должен был смириться. Но и там он продолжал читать свои проповеди, и его очень большое количество людей поддерживало. В скорости этих людей стали называть старообрядцы, то есть те, которые выступали против церковной реформы. Но возникла и проблема с самим патриархом Никоном. Он надеялся, что после реформы, после того, как его идею поддержал царь, что церковная власть станет важнее светской. Что, возможно, это будет так, как в начале 17 века между царем Михаилом Федоровичем и Филаретом. Но Алексей Михайлович был не такой. Он выступил против. Он перестал посещать богослужения Никона, не звал его ни на какие мероприятия. Тогда Никон покинул Москву и отказался выполнять патриарши полномочия. Царь наказал Никона. В 1666-1667 году прошел церковный собор. Этот церковный собор осудил Никона и навечно его сослал в монастырь, лишив всех духовных званий. Также на этом соборе выслушали Аввакума. Он не отказался от своих идей, за что также был отправлен в Сибирь и провел 15 лет в земляной тюрьме. Дальше церковный собор поддержал церковную идею Никона. И это решение собора, оно окончательно расколола церковь. Произошел раскол русской православной церкви. Ведь часть верующих не согласилась переходить на новую реформу. Старообрядцы, или по-другому их называли раскольники, они выступали против реформ, не соглашались с изменениями. Власть жестоко наказывала старообрядцев. Многие должны были гореть на костре. Но и сами старообрядцы, чтобы не оказаться перед лицом опасности, они сами подвергали себя самосожжению. Иногда сгорели целые семьи. Самое известное выступление против реформы Никона – это восстание в Соловецком монастыре с 1668 по 76 год. Это восстание было 8 лет. Монахи этого монастыря не пускали власти и отказывались проводить изменения. Власти захватили монастырь. Из 500 защитника осталось только 14. Таким образом, реформа продолжалась, но раскол усиливался. На время урока мы рассмотрели с вами термины «старообрядцы», «раскол» и «протопоп». Теперь откройте, пожалуйста, дневнички и запишите домашнее задание. Домашнее задание. У вас параграф 24. Читать и пересказывать. Знать термины, которые мы разобрали на уроке, они в учебнике на странице 80-81. И с помощью дополнительной литературы интернета соберите материал о старообрядцах. Выясните, существует ли старообрядчество в наши дни. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие учащиеся седьмых классов. На уроках русского языка вы познакомились с союзами и предлогами. Эти части речи составляют группу служебных частей речи. А сегодня мы узнаем, какие слова также входят в группу служебных частей речи. Перед вами предложение. Завтра мы пойдем в театр. В данное предложение мы будем добавлять разные слова. И посмотрим, как эти слова изменят предложение или нет. Возьмем слово «давайте» и введем его в предложение. «Давайте завтра пойдем в театр». Это слово изменило смысл нашего предложения. И предложение приобретает новый смысл. «Завтра мы точно пойдем в театр». Слово «точно» утверждает смысл предложения. «Завтра мы не пойдем в театр». Слово «не» отрицает действие. Итак, слова «давайте», «точно», «разве», «не» изменили смысл нашего предложения. Такие слова, ребята, называются частицами. Итак, частица – служебная часть речи, которая придает разнообразные дополнительные оттенки словам и предложениям. Это первая грамматическая функция частицы. Сравним предложение. «Давайте завтра пойдем в театр». Частица «давайте» образовывает повелительное наклонение глагола. «Я завтра пошел бы в театр». Частица «бы» указывает на условное наклонение глагола. «Пускай», «пусть всегда» будет «мама». Частица «пусть» также образует повелительное наклонение глагола. «Наш Крым самый красивый». Частица «самый» образовывает превосходную степень прилагательного. Ваня читает стихотворение более четко. Частица «более» образует сравнительную степень наречия. Дополним наше определение. Частица – служебная часть речи, которая придает разнообразные дополнительные оттенки словам и предложениям или служит для образования форм слов. Поэтому частица бывает смысловой и формообразующей. Смысловые частицы – это служебные части речи, которые придают разнообразные дополнительные оттенки словам и предложениям и вносят оттенок, говорящего к тому, о чём идёт речь в предложении. К смысловым частицам относятся указательные – вот, вот и, вон это, усилительные – даже, уж, уже, именно, как раз, лишь. Вопросительные – разве, неужели, ли, ли. Отрицательные – восклицательные – что за, прямо, просто, ну и, как, ведь. Отрицательные – не, ни, далеко не, отнюдь не, вовсе не. Вторая группа частиц – формообразующие. Формообразующие частицы выполняют грамматическую функцию образования повелительного наклонения глаголов. Это частицы «давай», «давайте», «пусть», «пускай», «да». И также образуют форму сослагательного наклонения глагола. Частица «бы», «бы». Перед вами предложение. Давайте-ка разберемся, какие частицы представлены в данных предложениях. Я даже не сомневался, даже усиливает значение предложения – это частица смысловая. Мы не хотели ссориться. Частица не отрицает действие. Это отрицательная частица, значит, смысловая. Этот пример более легкий. Более частица образовывает сравнительную степень прилагательного. Значит, она формообразующая. Пускай он замолчит. Частица «пускай» образует повелительное наклонение глагола. Значит, она формообразующая. Итак, в данных предложениях мы с вами встретились с частицами формообразующими и смысловыми. Однако, ребята, есть один небольшой лингвистический капкан. И чтобы не попасть в этот лингвистический капкан, мы должны знать, как отличить частицы от других амонимичных частей речи. Футболист бил сильно и точно. «Бил как» – сильно и точно. «Точно» относится к глаголу, отвечает на вопрос «как». Значит, это наречие. Рассмотрим, Дурф, следующее предложение. Каждое слово – его веско и точно. Слово «каково» – веско и точно. Перед нами краткое прилагательное. В предложении «мы точно встретимся завтра» к слову «к частице точно» нельзя поставить вопрос. Но ее легко можно опустить. «Мы встретимся завтра». Значит, это частица. «Он бежал», точно за ним кто-то гнался. Какова же роль слова «точно» в данном предложении? Первое предложение. «Он бежал», кто-то гнался. «Точно» соединяет два предложения. Значит, это союз. Итак, чтобы правильно определить частицу в предложении, ребята, обратите внимание на основные признаки частицы. Частицу нельзя изменить. Нельзя поставить вопрос от другого слова. Иногда можно удалить. А теперь тренируемся. В каком предложении «просто» используется как частица? Он надевался слишком просто. В общении с ним было просто. Ты можешь просто замолчать. Давайте попробуем в третьем предложении опустить частицу «просто». Ты можешь замолчать. Значит, если мы можем опустить частицу в предложении, если мы можем опустить слово в предложении, значит, это слово будет частицей. В общении с ним было просто. В данном предложении в общении с ним было просто. Слово «просто» опустить нельзя. У нас разрушится грамматическая основа, которое представлено в виде сказуемого, было просто. В первом предложении он одевался слишком просто. Мы тоже не можем опустить данное слово, потому что грамматические предложения будут неверным. Поэтому последнее предложение и содержит частицу. Домашнее задание. Вам нужно выучить параграф 57-58, выполнить упражнение 340 и из учебника литературы выписать 5 предложений с частицами смысловыми и формообразующими. Спасибо. Успехов, ребята. Здравствуйте, семиклассники. Мы сегодня с вами поговорим на тему решения систем линейных уравнений. Задача. Задуманные два числа. Известно, что сумма двух чисел равна 10, а их разность равна 4. Нужно найти задуманные числа. Решение. Пусть х – это первое число, у – это второе число. Тогда по условию задачи составим два уравнения. Х плюс у равно 10, х минус у равно 4. Если оба равенства верны, вычтем. Из первого равенства второе. Получим 2у равно 6, у равно 3. Это второе число. Найдем первое число. Для этого сложим первое и второе уравнения к нашей задаче. Получим 2х равно 14, х равно 7. Убедимся, что найденные числа удовлетворяют условию задачи. Подставим вместо х число 7, а вместо у число 3. Получим 7 плюс 3 равно 10. 7 минус 3 равно 4. Действительно, числа 7 и 3 удовлетворяют обеим уравнениям задачи. И таким образом являются решения. Понятие системы двух уравнений. При решении нашей задачи мы записали два уравнения. Х плюс у равно 10 и х минус у равно 4. Так как в этих уравнениях неизвестны и представлены одним и тем же числом, то эти уравнения рассматриваются совместно и говорят, что они образуют систему двух уравнений, которые записывают так. Фигурная скобка, стоящая слева, показывает, что нужно найти такую пару чисел x и y, которые обращают каждое уравнение верное равенство. Итак, решением системы уравнений с двумя переменами x и y называется пара значений переменных x и y, обращающая каждое уравнение верное равенство. Решить систему уравнений значит найти все ее решения или доказать, что решений нет. Система x плюс y равно 10, x минус y равно 4. Это пример системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Теперь запишем решение нашей системы, используя символику системы уравнений. Итак, сложим два этих уравнения, получим 2x равно 14, подставим вместо второго уравнения полученный результат, а первое уравнение запишем в качестве второго. Заметим, что уравнение в системе можно менять местами, при этом система остается равносильной. Вот этот знак, который мы используем, это знак равносильности. Мы здесь используем свойства равносильности уравнений, поэтому каждая следующая система будет равносильна предыдущей. Итак, получаем 2x равно 14, x равно 7, подставляем найденное значение x во второе уравнение, получаем, что x равно 3. Запишем ответ в виде пары чисел 7 и 3. Способ, который мы использовали, называется способ алгебраического сложения. Способ алгебраического сложения. Когда его удобно использовать? Он идеально работает в тех случаях, когда коэффициенты уравнений являются противоположными числами. Например, смотрите, пример первый. Плюс y и минус y. Складываем, находим x, далее, решая по цепочке, мы получаем ответ 7 и 3. Пример второй. 5x и минус 5x. Складывая два этих уравнения, мы сразу избавляемся от переменной x, получаем переменную y, подставляя его в одно из уравнений, мы получаем правильный ответ. Заметим третий пример. Не только коэффициенты могут быть целыми числами, но и дробными. Посмотрите, 0,5x минус 0,5x, два противоположных числа. Складываем и, проведя цепочку решения, мы получаем верный ответ. Итак, несложно этот способ также использовать в тех случаях, когда можно уравнять коэффициенты при какой-либо переменной. Посмотрите, пример. Умножим первое уравнение системы на 2. При этом у нас уравнение останется равносильным. Складываем и получаем два коэффициента при y противоположных числа. Складываем эти два уравнения, в результате получаем 7x равно 14. Откуда находим x, далее находим y. И находим пару чисел 2 и 3, в данном случае, которые являются решением нашей системы. Итак, для решения системы двух линейных уравнений способом алгебраического сложения нужно уравнять модули коэффициента при одном из неизвестных, сложить или вычесть полученное уравнение, найти второе неизвестное. Подставляя найденное значение неизвестное в одно из уравнений, исходной системы найти оставшееся неизвестное. способ алгебраической подстановки. Попробуем решить нашу систему еще одним способом, который называется способ алгебраической подстановки. Для этого в наших условиях выразим из второго уравнения x через y и подставим выражение для x в первое уравнение системы. В первом уравнении системы мы получили уравнение ровно с одной неизвестной. Находим эту переменную. y в данном случае равно 3. Затем подставляем во второе уравнение системы и находим x. Таким образом, пара x, y, 7 и 3 является решением нашей системы. Когда удобно использовать этот способ? Идеально он работает в тех случаях, когда в одном из уравнений системы коэффициент при неизвестном равен единице. В этом случае очень легко выразить одну переменную через другую. Еще несложно этот способ использовать в тех случаях, когда можно привести коэффициент при одной из переменных к единице. Например, как в нашем случае, первое уравнение умножаем на 2. Получаем x плюс 3y равно 13. И отсюда выражаем x. Далее решаем, получаем правильный ответ. Итак, для решения системы линейных уравнений алгебрическим способом необходимо из одного из уравнений все равно какого. Выразить одно неизвестное через другое, например, y через x. Полученное выражение подставить в другое уравнение системы получит одно уравнение с одним неизвестным. Решив это уравнение, найти значение, подставив это значение в оставшееся уравнение, и найти второе выражение для переменной. Есть у нас еще один способ – графический. Геометрическая интерпретация одного уравнения с двумя неизвестными служит ее график на координатной плоскости. Каждое уравнение в системе можно рассматривать как зависимость между х и у. Рассмотрим нашу систему. х плюс у равно 10, х минус у равно 4. Выразим в наших уравнениях у через х. у равен минус х плюс 10, у равен х минус 4. Графиком каждого уравнения является прямая. Для построения одной прямой на координатной плоскости нам необходимо знать ровно две точки. Построим наши графики прямых на координатной плоскости. Две точки для первого уравнения прямой – 0, 10, 5, 5. Две точки для второго уравнения прямой – 4, 0, 0, минус 4. Обратим внимание на координаты точки пересечения наших двух прямых. Это точка с координатами 7, 3, уже известная нам. Итак, для решения системы двух уравнений графическим способом нужно построить графики каждого уравнения системы, найти координаты точки пересечения построенных прямых, если, конечно, наши прямые пересекаются. Вспомним, что на плоскости возможны три случая расположения прямых. Первый, когда две прямые пересекаются. Второй случай, когда прямые параллельны, и, соответственно, система не будет иметь решений. Третий, прямые совпадают, система имеет бесконечно много решений. Приведем примеры систем. Например, второй случай. Посмотрите, в нашем случае прямые параллельны, система решений не имеет. Геометрически это означает, что графики уравнений системы параллельны и прямые. Третий случай. Обратим внимание, что графики этих уравнений являются одна и та же прямая. Следовательно, система имеет бесконечно много решений. Но всегда ли так хорошо использовать графический способ? Рассмотрим систему. Обратите внимание, система имеет решение х в 3,5, а у в 4,3. Вот если бы мы не знали заранее решение этой системы, как бы мы на координатной плоскости нашли бы ее решение? Поэтому, дорогие друзья, графический способ решения является иллюстративным и вспомогательным. Этот способ либо дает приближенные значения решения системы, либо помогает определить количество решений системы. Домашнее задание. Учебник алгебры, 7 класс, Макарычев. Параграф 16, пункт 43-44, страница 211-219, номера. Ребят, не пугайтесь, что такое большое количество номеров. Сделайте столько, сколько вы сможете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин